здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина а вы знаете что британские ученые определили что в соленых огурцах образуются вещества которые снижают уровень тревожности у вау вот это поворот это они еще их сочетании с водкой не пробовали тревогу как рукой снимает надеюсь что уже все садоводы огородники хозяюшки запаслись на зиму этими самыми антидепрессантами солеными огурцами вот кто мог подумать а вы как боретесь с тревожностью и плохим настроением для меня самое лучшее заняться делом наведением порядка вот из этого вороха мелких кусочков ткани сделаем нужную и полезную вещь это кусочки плотной мебельной ткани обрезки драпа и фетра для работы нам понадобится основа плотная ткань на ней обозначим центр композиции и поместим туда небольшой кусочек ткани чтобы наша заготовка получилась ровной и не пошла волной возьмем самодельный приставной столик надо чтобы все полотно лежало на одной плоскости с игольной пластиной ход работы самый простой кусочки плотной ткани нашиваем постепенно один за другим шить можно зигзагом просто по краю но у меня обычная прямая строчка так тоже можно а Когда мы занимаемся работой, руки работают, мозги тоже, и невозможно в это время думать о плохом. Уходят все тревоги и переживания, а яркие тряпочки тоже несут радость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так мы шьем и шьем, медитируем. Подбираем нужные кусочки ткани. Мозги в это время отдыхают. Весь организм приходит в гармонию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда все заполнено, просто отрезаем лишнюю ткань. Смотрите, какая замечательная заготовка у нас получилась. Яркая, веселая, жизнерадостная. А чуть раньше я уже шила похожие. Вот что из этого получится, еще не решила. Шью потихоньку небольшие фрагменты. Придерживаюсь размера примерно 35 на 70 см. Что-то хочется мне такой игровой коврик в детскую. Но сами понимаете, что с большим полотном сразу сложно работать. Гораздо проще нашить много заготовок, а уже потом соединить их вместе в большое полотно. В общем, еще шить-дошить. Такие мелкие детали постоянно накапливаются. Поэтому продолжение следует. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!